Сегодня на стадион Труд пришло много людей, и это в последнее время для данного спортивного объекта стало нормой. Буквально в прошлые выходные здесь прошел корпоративный турнир по мини-футболу среди руководителей подразделений ТМК и группы Синара. На этот раз празднуют День физкультурника. В этом году он приурочен к столетию образования органа управления в сфере физической культуры и спорта. Начинается все с парада участников. ПЕСНЯ Это фантастика, по большому счету. Мы в свое время мечтали пацанами на этом поле кочечном бегать. И сегодня все условия созданы. Показывайте самые высокие результаты, занимайтесь. У ребят горят глаза. И все условия, которые город сегодня создает, Северский трубный завод, это просто здорово. Задают позитивный тон мероприятию юные полевские гимнастки. В ритме танца показательные выступления зарядили спортсменов на состязания. Главным событием на стадионе стала смешанная эстафета. Первый мужской этап 400 метров, затем женский 300, мужской 200 и женский 100 соответственно. Забеги проходят по трем возрастным группам. Первые на старт вышли команды от 14 до 21 года. Было немного тяжеловато, потому что у нас были каникулы целый июль. И сейчас были первые соревнования после него. Было достаточно тяжело восстановиться за такой короткий прошуток времени. Но все-таки пробежали. Все рады. Призвы места, надеюсь. В эстафете участвуют спортсмены высокого уровня. Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике Дмитрий Бутырин в конце июня был в Москве, где проходили всероссийские старты. Дмитрий пробежал 400 метров за 49,58. И это его личный рекорд. Я сегодня принимал участие в шведской эстафете. Бежал первый этап 400 метров. К сожалению, месяц отдыхал, не терялся, поэтому не очень доволен, как я пробежал. Команда отделения легкой атлетики спортивной школы, за которую выступал Дмитрий Бутырин, заняла первое место, что неудивительно. А вот в забеге среди цехов Северского трубного завода все было не так очевидно. С большим трудом к финишу первыми сумели прийти работники трубоэлектросварочного цеха номер 2, показав лучшее время. Мы победили, мы очень рады. Команду подбирали, рассчитывали тактику, по этапам расставляли. Знаем уже, кто на какой дистанции покажет лучший результат, поэтому все получилось. Много активностей на празднике было организовано для детей. Участвовали в велогонках на различные дистанции. Специальная программа «Детская спортляндия» не оставила равнодушных юных спортсменов. Пользуются спросом настольные игры народов мира. Северский трубный завод традиционно организовывает этот праздник совместно с администрацией города Полевской. Мы берем на себя часть обязательств по награждению на некоторые спортивные дисциплины. Радует то, что с каждым годом количество дисциплин, количество спортсменов, оно только растет. И это не предел, будем с каждым годом стремиться к развитию новых дисциплин в нашем городе и к увеличению численности спортсменов в целом, как заводских, так и городских. Как всегда в строю и ветераны Северского трубного завода. Спорт объединяет людей всех поколений. Мы стараемся во всех принимать участие, но где получится, еще не все увидели, что тут есть. По возможности будем принимать участие и болеть, конечно, болеть. Также в день физкультурника прошли соревнования по шахматам, волейболу, стритболу, футболу, прыжкам в длину. Все желающие могли попробовать сдать нормативы ГТО. Настоящий праздник получился для любителей спорта всех возрастов. Игорь Соколов, Алексей Карипанов, новости 11 канала.